Все, что расположено с левой стороны, все мышцы, которые расположены с левой стороны, связаны с мыслями. И такое качество, как доброта, добрые мысли, когда человек мыслит по-доброму об окружающих людях, окружающем мире, приводит к тому, что мышечная ткань с левой стороны будет в хорошем состоянии, в здоровом. Теперь возникают резонные вопросы, что такое доброта. Чтобы объяснить подробно, что такое доброта, нужно примерно часа два. Но я вам скажу только определение, вам из него многое станет понятно. Что такое доброта? Доброта – это сила или закон, который позволяет нам видеть в окружающих нас людях хорошие качества, независимо от того, как они к нам относятся. Вот если мы способны видеть хорошее во всех, даже в тех кровопийцах, которые портят нам жизнь изо дня в день. Есть ведь у каждого есть такой, и не один. У кого нет, у кого нет таких кровопийцев, есть такие люди несчастные? У кого нет таких, которые жизнь портят? У всех есть? Знайте, мы все благословлены. Я вам в конце лекции объясню, почему это благословение, а не проклятие. Это благословение на самом деле. Просто мы не знаем, как им пользоваться. Еще раз, доброта – это сила, которая позволяет нам видеть хорошее в других людях, независимо от того, как они к нам относятся. Если мы по-доброму думаем о других, даже если они относятся к нам плохо, знайте, что с мышцами, с мышечной системой, в левой стороне нашего организма все будет хорошо. Понятно? В том числе и варикоз. Понимаете? Мы сейчас чуть позже о нем тоже поговорим. Теперь дальше. Правая сторона, мышцы справа, которые расположены, они связаны с волей. Если воля человека направлена на достижение доброты, то есть человек прилагает волевые усилия, чтобы стать добрым, чтобы быть добрым постоянно, то у такого человека из правой стороны мышц, ткань, мышечная ткань будет в нормальном здоровом состоянии. Не будет ни гипертрофии, ни гипотрофии. Понятно? Сократительная способность мышечной ткани будет в нормальном состоянии. Хорошо. Дальше. Злые и жестокие мысли. Вы не пишите, будет аудиозапись, возьмете потом. Злые и жестокие мысли приводят к дистрофии. А злая воля тоже приводит к дистрофии. Первая слева, вторая справа. Понятно? То есть если у человека злые и жестокие мысли, с левой стороны ткань мышечная страдает. Если у человека злая и жестокая воля, у него с правой стороны мышечная ткань страдает. В каком органе? Это уже зависит от кармы человека. Где тоньше, там будет в первую очередь проявляться. Есть такое заболевание миозита, знаете, да? Воспаление мышечной ткани. Она то с левой стороны бывает, то с правой. А бывает она с двух сторон. Значит, и там, и там постарался. Злости там, и там есть. Доброты не может видеть люди хорошие. Не может по-доброму действовать. Не может по-доброму мыслить. Все. Привет. Дальше. Есть? Да. А если мышечка сводит, это вот когда-то... Нет, это другое. Мышечный спазм связан с нарушением движения праны в организме. А органы здесь не рассматривают? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, и сердце в том числе. Оно связано с чем? С тем, как мы мыслим. Поэтому, например, когда у человека сердечный приступ, как, вот, как, что, как, какие реанимационные меры можно принять, если у человека сердечный приступ? Нужно, во-первых, нужно самому быть спокойным для этого. Нужно быть очень спокойным и умиротворенным. Дальше что нужно сделать? Нужно подойти к этому человеку. Правой рукой своей правой ладонью. Его нужно гладить по левому виску. То есть вот так. Прямо вот так. Подойти, говорит, все, успокойся, все хорошо. Его нужно вот по области, по височной доле вот так вот его гладить. По левому. Гладить, говорит, успокойся, все хорошо. И вы увидите, он сначала будет бушевать немножко, а потом, говорит, обмякнет. Но только если в том случае, если ваше спокойствие будет сильнее, чем гнев, который, или обида, который в нем бушует. То есть, если вы сами будете дергаться, и еще хуже ему станет. Потому что именно доброта, которая очень тесно связана с умиротворенностью, мы сейчас дальше с вами будем проходить, она дает правильный тонус. Откуда инфаркт из-за того, что гипертонус возникает? Поэтому умиротворение, оно снижает тонус, и все, и мышца расслабляется. Итак, следующее. Желание выглядеть добрым. Когда человек не добрый по своей природе, но он хочет выглядеть добрым. Внешне выпендривает, добренький такой. Он внутри злится на всех, но внешне так всем улыбается. Это будет приводить к гипертрофии мышц. Вы знаете, есть такая, допустим, гипертрофия сердечной мышцы, большое сердце, которое из-за этого толком работать не может. Потому что оно как насос, у него тонус очень слабый, и у этой мышцы ткани, мышцы много, а тонус слабый, оно просто не работает. Это из-за того, что человек лицемерит сам перед собой. Он недобрый, но признаться себе в этом не хочет. И он начинает внешними действиями пытаться заместить доброту. Ее невозможно заместить. Потому что эти внешние действия, они все будут иметь корыстную природу. Человек хочет просто выглядеть добреньким. В результате гипертрофия будет и сердечной мышц, и вообще в целом мышечной ткани. Следующее, тонус мышц. Связан с таким качеством, как умиротворение. Если же человек не умиротворен, у него беспокойный ум, это означает, что будут мышечные спазмы. В том числе и в сердце, и в ногах, и где угодно. Если же неумиротворенная воля, то есть добрая воля, она спокойную характер имеет. То есть человек, который добрый, он не парится, понимаете? Он знает, как правильно действовать. Он действует, но он не напряжен. Если же у человека воля злая, он напряжен такой. В результате будут спазмы в любом органе. Спазмы будут с правой стороны. Например, дискинезия желчного пузыря напрямую связана со злобностью. Напрямую. Если есть такое, знаете, злость расходуется в результате жизнедеятельности. Человек в злость расходует. Из-за этого у него дискинезия возникает. Спазмы в мышечном пузыре. Ой, в желчном пузыре. Или, например, вегетососудистая дистония. То же. То же самое, злость. Причина злости. Откуда злость берется? Из-за неумиротворенности. Откуда неумиротворенность берется? Из-за ощущения, что нас чем-то обделили. Откуда это берется? От жадности. В результате, для того, чтобы вылечить вегетососудистую дистонию, что нужно лечить? Жадность нужно лечить. Понимаете? Жадность. Тогда все пройдет. У нас все впереди на этот счет. Вы не беспокойтесь. Да, да. Жадность оттуда. Вы знаете, для того, чтобы объяснить это, это серьезная вещь. Это тоже вид сил, которые действуют здесь во Вселенной. Есть целый семинар «Шесть врагов человека». Если интересно, расскажу я о нем в свое время. Там жадность есть, в том числе и жадность. Что это такое? Да, цепочка. Она все развивается строго по законам. Мы сейчас давайте вот это вот закончим. И семинар потом уже пойдем в следующий. Ну что иначе хаос будет. Следующее. А спазмы, когда матка... То же самое. Болезнь достанет. То же самое. Неумиротворенность из-за непонимания женской природы. Да. Когда женщина не понимает, в чем ее природа, именно как психически женская природа, в чем заключается. В чем ее дхарма, другими словами. То есть как она должна действовать. Это приводит к тому, что все женские органы находятся в жестком таком состоянии. Возникают болезненные, месячные, например, или преждевременные роды, когда матка в гипертонусе находится. Следующее. Если человек, наоборот, не желает напрягаться, не желает думать, лентяй, у него возникает, соответственно, снижение тонуса, гипертонус. Если у него воли нет, то человек безвольный. У него будет гипертонус мышц с правой стороны. Если мысли ленивые, то у него будет гипертонус мышц с левой стороны. Продолжение следует...